Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Здравствуйте, Александр Хайрулинов в эфирной студии. Роман Шахов тоже здесь, друзья. Привет огромный. Мы очень рады, что на студии появились наши обещанные гости долгожданные. Генеральный директор образовательного центра Сити-класс Наталья Киселёва, вашему вниманию. Здравствуйте. Красивые отношения. И преподаватель Сити-класс Анна Андрианова. Здравствуйте. Анечка, в микрофон, если можно. Микрофон сразу, ближе, да, то мы вас так и не услышали. Ваш прекрасный голос. Вот, всё, теперь всё в порядке, всё на месте. Друзья, надо сказать, что мы очень давно хотели подружиться с образовательным центром в Сити-класс. Поближе и, возможно, даже взаимодействовать в дальнейшем. Почему? Потому что, на мой взгляд, уникальный совершенно проект, который я точно знаю, вот уже на протяжении более чем 10 лет, помогает очень многим людям образовываться, получать какие-то замечательные знания. Становиться лучше. Увереннее становиться в себе, да, и так далее, и тому подобное. Вот в том числе Анна, например, да, несколько, по-моему, мастер-классов проводит своих. Ань, ну расскажите вы тогда, что у вас там, и как правильно фотографироваться. И осанка, и имиджмейкер, и ещё что-то, что-то, что-то. Кроме всего прочего, Анна, автор пяти книг. Шести. И, скорее всего, надо что-то по тайм-менеджменту писать. А ещё очень много-много статей. Ещё много статей, вот. Ну, в общем, и завтра у вас-то тоже какой-то, мы так посмотрели мастер-класс. Да, завтра у нас фотопозирование будет, да. Мы чуточку попозже, конечно, хотели бы, Романа, попросить вас, да, обучить, потому что это, на самом деле, так кажется, что очень просто, а на самом деле ничего подобного. Красалаги в селфи. Фотографии, 500 штук, все туда, в корзину, в корзину, в корзину, в корзину. Мои ученики из третьи попытки делать хорошие фотографии. Вот так вот. Ну, раскроете нам небольшой секретик сегодня? Раскрою, конечно, и покажу даже. Ну, в целом, надо бы понять, что такое вот всё это, образовательный центр, да, кто может рассказать? Наталья, конечно, Наталья Киселёкова, геодиректор. Да, основатель центра. Сеолог, идейный вдохновитель. Спасибо за представление, я думаю, что вы практически всё уже сказали. То есть это образовательный центр, такой альтернативный досуг, интеллектуальный досуг, с той идеей, как с пользой провести время. И мы предлагаем людям объединиться на одной площадке по интересам. Там, завтра у нас кулинарные курсы. Микрофончик, Наташа, да. То есть мы учим людей готовить, разбираться в вине. А Ирина Хагамада предлагает тему лидерства или коммуникации. Известные спикеры у вас там, да. Да, да, очень много звёздных спикеров. И также на площадке сети класса можно стать звездой. И мы очень любим наши преподаватели, вот одного из самых прекрасных, красивых, статных, да, имеющих и красиво ходить и говорить. И Аня стала ещё чуть-чуть выше даже сейчас. Да, 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 да. Мы пригласили сегодня в студию, да, чтобы поделиться своими секретами. Кто приходит, Наташа? Знаете, люди приходят активные, люди, да, с активной жизненной позицией, которые хотят сами меняться и поменять этот мир. Вот Роман, меня сегодня, Наташа, простите, что перебиваю, тоже его был первый вопрос. У меня, а как же, говорят, вот люди же все с детьми, а куда же они детей деваться? Да, это не вопрос Роман. А у них есть детская комната, спросил он. Не думали об этом, кстати? Нет, мы думали, конечно. Иногда мы делаем правильные классы для взрослых и детей. Вот Рома, так что... Все уже придумано. Но на самом деле всё-таки фокус, это люди для нас, наши клиенты, это люди с досугом. То есть это или детки выросли уже, или детки ещё не пришли в ваш дом, но скоро будут. И, ну, знаете, что касается взрослой категории, то это действительно есть и детские просто классы, да, для подростков. А так в основном всё-таки это после института к нам присоединяется, это 22 плюс. Да, то есть они уже отдохнули от обучения и готовы опять воспринимать... И соскучились. И наконец-то после получения диплома поняли для себя, что им на самом деле интересно. Это правда. Где они хотят себя дальше как-то реализовать. Друзья, мы продолжим обязательно общение. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Страна.ФМ». Ну а сейчас посмотрим, послушаем клип Доминика Джокера. Так много дней, а может он один, А я, минуя сны, по следам иду твоим. И вряд ли хватит слов, чтобы ты могла понять, Как я боюсь найти и снова тебя терять. Я создал всё и всё разрушил сам Я столько разбросал сообщения небесам Пусть я не знаю ни о чём Пусть мы останемся вдвоём сном Что достался нам А мне бы небо напополам А мне бы нежность тихо к губам И где бы не был я знаю давно Что сердце лишь одно нам на двоих дано Пускай ты сон, пускай всего лишь тень А я опять живу бесконечно долгий день И мне теперь уже нет смысла всё менять Я так хочу к тебе И просто хочу не знать Не знать, что ты инсомния моя Не знать, что ты мой бред И живёшь внутри меня Пусть я не знаю ни о чём Пусть мы останемся вдвоём Сном на закате дня А мне бы небо напополам А мне бы нежность тихо к губам И где бы не был я знаю давно Что сердце лишь одно нам на двоих дано А мне бы небо напополам А мне бы нежность тихо к губам И где бы не был я знаю давно Что сердце лишь одно нам на двоих дано А вирус занесённый в голову А где бы небо напополам Где бы небо напополам А мне бы нежность тихо к губам А где бы не был я знаю давно Что сердце лишь одно нам на двоих дано Друзья, если хотите, чтобы сердце работало лучше Глаза были ярче, внимательно и с удовольствием смотрите Слушайте телерадиоканал «Страна ФМ» У нас наконец-то кое-что образовательное в эфире появляется Ну да, у нас замечательные гости сегодня Вот генеральный директор образовательного центра «Сити-класс» Наталья Киселёва Наташа, или правильно целиком произносить вашу фамилию? Неклюдова Рува Ну, мне кажется, что мы будем экономить Екатерное время А, хорошо Я с такими классами И преподаватель Анна Андрианова Да Левочки, ещё раз огромный привет и здрасте За девочки отдельно, спасибо Ну, да, вы подбудете уж так Так мы хорошо, душевно сидим Наталья, вопрос к вам Скажите, вот на сегодняшний день Вы по какому принципу отбираете себе педагогов в мастер-класс? Или уже вы на том уровне находите, что педагоги сами рвутся И вы только успеваете, отсеиваете, говорите, как вот подождите, подрастите Ну, стоит очередь, стучатся в дверь, скрипутся, конечно Проводим интервью, смотрим на актуальность темы На способность преподавателя всё-таки держать аудиторию Делиться знаниями, потому что это тоже большой талант, да? Конечно Делиться знаниями На харизм, на всё На экспертные знания И на appearance, то, что называется, как человек выглядит, да То есть есть какой-то художественный Пахнет тоже Художественный совет какой-то есть по отбору Мне кажется, Анна приходит и говорит Вот, значит, походка не очень Тут надо поработать Народ за таким не пойдёт, да? Люди не пойдут за таким А вот это, да, может быть За Анной идут На улице, да Есть же среди педагогов те, которые с вами уже много лет сотрудничают А есть те, которые, я так понимаю, как-то поработали и ушли Потому что не было успеха у них? Или почему? По какому вопросу? Ну, обновляем тоже линейку И потом люди тоже, так сказать, ищут себя, тестируют Мы прекрасная площадка для преподавателей И маркетинговая, да? И такая для теста продукта Это нужно рынку? Это интересно людям или нет? Это то, что они хотят действительно Читать сейчас лекции, семинары, мастер-классы Так что здесь такой идёт, ну, хорошая такая синергия А для клиентов, для слушателей, конечно, мы И такой интересный интеллектуальный досуг И возможность встретиться с другими людьми Поинтересно, познакомиться Вы знаете, что это болезнь большого города, одиночество Конечно Люди неосознанно, но не идут знакомиться с другими людьми С экспертами А у вас там ещё для этого есть чай-кофеёк? Я знаю, да? Какая-то возможность такая даже пообщаться вне класса Баранки, мандарины по сезону Ну всё, что же все, баранками вы подкупаете, да Очень круто Наталья, самые популярные классы какие у вас в вашем сети? Вы знаете, наверное, всё-таки наши самые звёздные преподаватели Такой флагман Это Ирина Хакамада Потому что это тысячи людей Каждый месяц приходят её послушать Темы разные И бизнесовые, связанные с личностным ростом Есть одна женская тема У неё кайф, драйв и карьера Это аншлаговая тема На днях будет тема рестарт-перезагрузка Конечно, в кризис очень важно тоже Найти эти силы Мобилизоваться Да, мобилизоваться Эту энергию Инструментарий Как начать сначала Когда вот всё, экономика рушится Восстать из пепла Восстать из пепла, может быть, для кого-то тоже актуально Если уже что-то было и потом Ну, похоже, да, да, да В общем-то, тема, да Анечка, обязательно вам вопрос сейчас зададим Я ещё один хочу для Натали вопрос Мне просто нравится Да, что-то для себя Наташа, вы как генеральный директор Часто ли себе позволяете Или для вас это является обязательным условием Посещать лекции, мастер-классы ваших педагогов? Ну, если честно, я скажу Обязанным То есть я себя чувствую обязанной Присутствовать на мастер-классах звёзд Да? Как-то вот, ну, ради общения Ради пиара поддержать и так далее Так как много людей Тоже увидеть своего слушателя Так сказать, да, вот В таком многообразии И Как сапожник без сапог Конечно, когда у меня есть возможность Не ходить На директор, на мастер-класс У меня детёныш ещё Да, 13-летний Конечно, я предпочитаю тоже Провести лишние, так сказать, минутки с ней Да, получить удовольствие Да, от общения с твоей дочкой Детёныш Дочка как вообще относится? Человеческий детёныш Да, может быть, тоже хочет принять участие Мне кажется, она же, наверное, посмотрела много, да, что-то Знаете, когда ей было 7 лет Она меня спросила Мам, а сети-класс достаточно денег приносит? Потому что у меня идея есть Такая бизнес, но это не бизнес Это благотворительность Хочу открыть клинику для собачек и кошек бездомных Но не понимаю, кто будет платить за всё это Сети-класс достаточно? Вот объясни мне, пожалуйста, как это работает Вот откуда деньги приходят Там какие затраты Я поняла, что в 7 лет Её интересует бизнес, стартап Да, доход обязательно Я организовала такие ранние погружения в профессии Для детей 7-11 лет Специально под свою дочь Так что она повлияла на продуктовую линейку Отлично Как её зовут? Шарлотт Шарлотт, большой привет Спасибо, спасибо Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посходили перекрестки желтым домой Слишком рано и пусто с тобой Слишком поздно и грустно Не мешать, не мешать Странный чай, не скучай Сити-класс, друзья, сегодня мы не скучаем, сегодня мы становимся лучше, интереснее, многообразнее, как мне кажется, работаем над собой. Если вы тоже хотите, внимательно, с интересом смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна.ФМ». У нас генеральный директор образовательного центра «Сити-класс» Наталья Киселёва и Анна Андрианова, преподаватель. Анечка, ну скажите нам правильно, имиджмейкер, писательница, как правильно перечислять все ваши звания и возможности? Очень просто. Я автор системы «Хо-хо», «Ходи и хороши» называется эта система. Автор системы «Хо-хо». Да, система преображения. Это вам не «Хо-ха» и не «Хухры-мухры». Слушайте, причем еще можно и улыбаться, «Хо-хо». «Хо-хо», да. Ань, ну мы просто обязаны, конечно, нас не простят наши слушатели и зрители, если мы у вас не спросим, не узнаем какой-то совет от вас. Ну, во-первых, по осанке. И, конечно, по фотопозированию тоже. Могли бы приоткрыть? У нас много времени. Немного, да. Но, с другой стороны, нам же надо, чтобы еще и на ваши тоже приходили лекции, поэтому, конечно, мы не смеем просить вас все выложить, все секреты. Да, так, какой-то минимум стандарт. Могли бы выложить все, потому что все равно люди возвращаются и возвращаются подзарядиться за энергией в основном, да, за ощущением удовольствия. Потому что ученые доказали уже достаточно давно, что когда у нас правильная осанка, у нас вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство уверенности в себе. И поэтому держать правильную осанку, это значит хорошо себя чувствовать. А если при этом еще и правильно ходить, то успех вам гарантирован и удовольствие тоже. Анна, что такое правильно ходить? То есть, с левой на правую. Правильно ходить, это правда долго, но я не знаю, могу показать, но это надо, да, долго рассказывать, поэтому, может, про осанку лучше? Давайте про осанку, я пока держу еще. Нет, ну, хотя бы просто в двух словах попытаться сформулировать. Правильно ходить, это значит, чтобы... Правильно ходить, это значит ставить ноги не параллельно, как мы все привыкли, перекатываясь ноги на ногу, а друг за другом, то есть по прямой линии. Деревочкой такой, да? Да, по прямой линии, и очень важно не бедрами не работать. Как же? А как же это вот? Бедрами работать не надо, потому что это будет достаточно вульгарно. А очень важно сгибать и разгибать колени, что когда нога готовится к шагу, колено сгибается, когда нога ставится на пол, колено уже разогнуто, и благодаря этому получается такая элегантная волна, но не будет вульгарности, которую мы часто видим на улице, нам хочется отвернуться. Какой кошмар, я теперь поняла, что я совершенно забыла, как ходить, и не знаю, как это... С внимательной биомеханикой. Либо у нас ходят на полусогнутых, как такие кузнечики недобитые, либо на совсем прямых ногах, а очень важно именно работать коленным суставом, конечно. Как мужчинам ходить. Три часа, да, и мужчины, и женщины, у вас на занятиях, что ходят, вы им наглую книжку, да? Нет, я не мочу их книжками, я говорю, что если они будут опускать голову, я положу им их айфон. А, да, это действует. Всё, да, и не надо никаких книжек, всё срабатывает с первого раза обычно. Бразильская система, Саша, известная. Ну, в общем, да. Поэтому нет, мы ходим не с книжками. Когда мы правильно двигаемся, да, то у нас такое чувство удовольствия и насыщения, что не нужно никакого преодоления, не нужно никаких книжек, не нужно никаких тренажёров, я не знаю, да, каких-то специальных приёмов, да, чтобы научиться ходить, да. То есть правильно ходить, это достаточно естественно. Просто мы не умеем этого делать, потому что нас не учили. А я вот такая, да, замечательная, да. Боже мой, ты же, конечно, человек ходил себе 40 лет одной походкой теперь. Да, придумала эту систему, но, опять же, не просто так, потому что я с детства была косолапая и очень сутулая. И когда выросла, да, я стала такая вот девочка-девочка, да, я попала в модельную школу, и там я увидела подиумную походку, то есть которая для жизни неприменима, то есть модель выходила вот так вот. Ну, как только она попадала в гримерку, это было вот так. Крючочек такой. Да, и поэтому я поняла, что нужно что-то сделать, да, нужно понять, как это работает, чтобы эта походка, эта осанка были органичными и естественными. Вот, поняла, сделала, написала книжку, 13 лет преподаю, 10 лет с сити-классом, успешно дружим, друг друга любим. Как интересно. Да, и каждую неделю, получается, проходят мои мастер-классы по разной тематике, вот, по системе хо-хо, по фотопозированию, по обучению миджмейкеров. Я бы хотела у вас узнать, конечно, теперь секретик по тому, как сделать удачную функцию. А то есть я еще про осанку не рассказала. Вы еще про осанку не рассказали. Давайте про осанку тогда сначала. Да, давайте про осанку, просто все наши слушатели сейчас могут почувствовать, что такое правильное осанка. А зрители увидят, конечно. Да, зрители увидят, да, не надо выпрямляться, у вас спина сама выпрямится автоматически. Достаточно почувствовать свои стопы, да, у нас они висят, поэтому можно почувствовать, как они облокачиваются на ступеньку, да. Дальше мы чувствуем, как вес тела перемещается на бедра, то есть мы чувствуем, как посидим на стуле и вес тела у нас на стуле, да. Теперь мы чувствуем наши плечи, просто достаточно их почувствовать. Так, есть. Да, и чувствуем макушку головы. Все. Все? В этом и живем. Как ваша осанка? В этом и живем, вы можете полностью расслабиться, а осанка у вас останется. И пока серебро будет в эфире Страна ФМ, мы будем так сидеть, друзья. Скоро, да, услышимся и увидимся. Страна ФМ. Все к лучшему. Продолжение следует. Я тебя не отдам Никогда, никогда Никому, никому Я тебя не отдам Никогда, никогда Слышишь, это тепло не от моря Я тебя не забыла, но ты не один Мои губы с тобою не спорят Твое имя ласкает тысячи льдин Обними меня, я к тебе, а тебе для тебя Вся, может я зря Отними у меня все тепло, любя Поцелуя Никогда, никогда Никому, никому Я тебя не отдам Я тебя не отдам Я тебя не отдам Никогда, никогда Никогда Никому, никому Я тебя не отдам Я тебя не отдам Я тебя не отдам Никогда, никогда 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 Никому, никому Я тебя не отдам Я тебя не отдам Никогда, никогда Никогда Я тебя не отдам, я тебя не отдам, я тебя не отдам Никогда, никогда Никогда, никогда Никому, никому Я тебя не отдам, я тебя не отдам, я тебя не отдам Никогда, никогда Никогда, никогда Слушай, смотри Страна.ФМ Наталья Киселева и Анда Андрианова сегодня в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Дорогие друзья, вы знаете, что такое сити-класс? Внимательно нас смотрите и слушайте Да, многие знают, конечно, знают образовательные сетеры замечательные Вот только что мы получили в руки каталоги мастер-классов с марта по май Ну ты покажи камерам, да Да, пожалуйста Почему-то здесь 2015 год, я увижу Ну, захватила с собой я, да А, просто прошедшая Ну, вот таким образом есть каталоги, они существуют Я тоже видела не раз И, в общем, есть, можно сразу купить И для себя пометить карандашиком сразу на ближайшее время Что, где, какое время Сколько денег нужно отложить, естественно Потому что понятно, что это все, ну, не бюджетные такие совсем варианты, да Наташа, а по какому принципу ставится цена, скажите, пожалуйста, вот у мастер-класса того или иного? Ну, знаете, мы ориентировались все-таки на средний класс Чтобы человек, если он, допустим, готов потратить, то есть, там, питор или где-то, так сказать, там Ну, да, среднюю какую-то Да, до 2000 рублей на человека То средний цена или билет в театр То есть мы ориентировались на досуговые, так скажем, места, да Центры, такие как театр, кинотеатр, ресторации, кафе Так что средний билет примерно вот 1750-1950 рублей Наташа, территориально, где это, чтобы мы... Видите, у нас свой центр есть рядом с метро Краснопресненская Так Там есть два класса Но под звездные мастер-классы мы снимаем большие аудитории Это дом архитекторов, дом журналистов, может быть, и дом кино Потому что на Рину Хакамаду приходит там до 100 тысяч человек Не разместить просто, конечно, у вас На одну лекцию И для, так сказать, практики походки Это обычный танцевальный зал, там, где есть зеркала Если это кулинарные курсы, то это в кафешке, в ресторации Винные курсы, там, может быть... Много ли мужчин приходят на винные курсы или... На винные курсы, может, на коньяк и виски, наверное, приходят больше мужчин, чем женщин А больше продегустировать приходят или всё-таки познать об этом? Как вам кажется? Вот вы видите их Ну, смотрите, совместите Люди, на самом деле, хотят провести хорошо время Понятно Они хотят эмоции, впечатлений, знакомства Одно другого не исключает А есть такое, что вот познакомились в сети-классах, потом семья и приходят благодаря... Есть, есть, есть Есть действительно хорошие очень примеры такие душевные Вообще 99, напитая 99 наших слушателей благодаря за то, что мы есть Потому что это действительно возможность что-то изменить в своей жизни И встретить какую-то прекрасную пару Причём... Есть и браки заключённые, люди познакомились в сети-классе Есть новые знакомые Вы знаете такое понятие, так скажем... Ну, люди приезжают покорять Москву, да, и ещё пока нет знакомых И вот первые друзья такие верные и долгие Тем более, что они по интересам это вдвойне сближают быстрее Да, на каком-то мастер-классе, там, по суше, например, да, вместе лепутся Пили они суши, да, и теперь они вместе И как раз люди, которые приезжают покорять Москву, самые активные, самые амбициозные И они должны быть у вас, как мне кажется Такой спецназ для мегаполиса вы готовите, чтобы эти люди потом смогли... Согласна, да, это так Это, кстати, всех больших городов Покорить Когда вы создавали свой образовательный центр, а это был 13 лет назад, да? Да 2014 год, если не ошибаюсь Четвёртый Четвёртый, да, конечно У вас дочка уже родилась двухмесячная, или как раз было вот всё как-то так... Да, она была маленькая совсем, да Что вас подвигло вообще на это? Почему именно... Вы же были... Вы же работали в нескольких международных компаниях, фирмах крупных И что у вас именно вот на сети класс, на то, чтобы образовывать москвичей, жителей, столицы, гостей? Ну, такой светлый проект, очень правильный и для инфраструктуры города, да, симпатичный Такой альтернативный досуг, интеллектуальный досуг И внутри очень замечательно находиться этого проекта, потому что картинка меняется Предподаватель, ты выбираешь сам себе уровень общения То есть ты общаешься с лучшими людьми Вы социальную среду формируете Абсолютно, знаете, вот как говорят, social climbing Кто-то выходит замуж, да, чтобы, так сказать, подняться на какую-то социальную планку Страту свою, да, поменять Вот, кто-то организует бизнес, и ты сам выбираешь свой круг общения Он просто, ну, любую дверь можно открыть Там, это Горбачев, там, Пьер Карден, это, там, Билл Клинтон То есть это не имеет значения Ну, к сожалению, Владимир Владимирович пока не может Да, заниматься коммерческой деятельностью Ну, в будущем, может быть Он тоже будет читать в сети классе Ну, пока, конечно, никогда не говори никогда Это такое дело здесь очень серьезное Вы бы на какой сети класс сами сходили? Вот, может быть, его нет еще у вас, но хотели бы сходить Сейчас для конкурентов, да, скажите, подскажите Ну, может быть, мечтаете, может, открывается завтра что-то новенькое А, может быть, вы мне подскажете Вы знаете, да, вот боишься вслух произносить мечту Вдруг она не реализуется Хорошо Может быть, да, вы озвучите Потому что для меня вы, вот, так сказать, тоже как фокус, да, маркетинговый Что бы вы хотели услышать? Надо посмотреть, надо все изучить, все, что есть И тогда, может быть, конечно Зайдем на cityclass.ru, да, в ваш сайт Обязательно А вы будете преподавать, как бы, замечательными ведущими? Может быть С удовольствием, Наталья Мы сейчас как раз, друзья, обсудим подробненько это Но вне эфира, зачем вам знать, конечно, подробности гонораров и так далее А пока Дан Балан, слушайте, смотрите телерадиоканал «Страна ФМ» Мы вернемся Дождь в ноябре Словно небо в слезах Я живу, как во сне Снова вижу тебя Имя твое на губах Замерло Далеко, далеко Я прощаюсь с тобой Лишь до утра До утра Я коснусь тебя Лишь до утра До утра Снова ты Лишь до утра Я Лишь до утра Лишь до утра Лишь до утра Эй А ты помнишь, как летали над горами? А ты помнишь, как любовь кушали руками? Как пинару, запили и смеялись Нам казалось, что мы в мире И только радость И вечность, и солнце, и розы, и нежность И все для любви А когда нас будило, как бы луч света Мы говорили, последнее лето Сердце в руках так дрожало Тогда я хотел все отдать Ты хотела мечтать И я твое Снова сводит с ума Далеко, далеко Я плыву в облаках Лишь до утра До утра Я коснусь тебя Лишь до утра До утра Снова ты И я Лишь до утра Лишь до утра Лишь до утра До утра, до утра, я коснулась тебя, лишь до утра, до утра, снова ты и я, лишь до утра, лишь до утра. Зачем ждать до утра, если уже сегодня в это время, 14 часов 38 минут, можно стать чуточку лучше? Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ». Да даже не чуточку. С каждым днём можно становиться всё лучше и лучше и лучше, если дружить поближе с образовательным центром «Сити-класс». Вот у нас сегодня замечательная Наталья Киселёва, генеральный директор образовательного центра в гостях, и Анна Андрианова, педагог. Так, Анна уже нам рассказала кое-что об осанке, кое-что про походку, приоткрыла секреты. Конечно, они маленькие, понятно, что надо ходить, учиться, изучать, записывать, конспектировать, снимать. Кстати, можно снимать на мастер-классах на кадже-то, да? Модный приговор снял, поэтому, на самом деле, вся страна знает, как правильно ходить, потому что я была экспертом в модном приговоре по походке и осанке, и этот ролик есть на Ютубе в свободном доступе. Так что все теперь пойдут и посмотрят, кто даже ещё остался в стороне. Но мастер-класс, интересно, ещё у Анны завтра предстоит, как правильно себя фотографировать. Там название какое-то очень красивое. Фотопозирование. Я на фото всех милей. Да. Вот. Про фотопозирование. Про то, как позировать, как хорошо получаться на фотографиях не только селфи, но и селфи, конечно же, тоже. А как, вот, например, ты же даёшь фотоаппарат своему другу, коллеге, не знаю, прохожему? И как же ты ему объяснишь, что нужно пройти? Ты ему ничего объяснить не сможешь, ты можешь только так спозировать, чтобы хорошо получиться в кадре. Чтобы мышцы запомнили, да? Бывают плохих фотографов, бывают плохие модели. Да, да. Если вы встанете около памятника вот так, вот, то вы хорошо не получитесь, хорошо получится памятник. Памятник, конечно. Поэтому фотографии требуют позирования, как вот телекамера, да, требует гротеска, да. Вот вы, как телеведущие, прекрасно знаете, что камера добавляет 5 килограмм веса и 5 лет возраста. Больше, больше, Анна. Наши камеры больше прибавляют. Мне 8,5. Это была самокритичность, наверное, но в целом... Ну пусть люди думают, что вы вообще малюшки. Реально вы намного худее, красивее. Не верьте, не верьте там, что вы видите. Дорогие телезрители, они прекрасны. Спасибо. Анечка, ну а что касается селфи тогда, ну, неужто вы учите делать губы уточкой или рыбкой? Нет, я не учу делать губы уточкой, я учу, ну, все-таки красивой фотографии, да. Я даже читала у вас «Естественно», чтобы получаться красиво. Это тоже важно, что не натянутая улыбка. Ну вот смотрите, если мы, например, хотим хороший портрет, да, у нас обычно у всех челюсть очень напряженная, да, и если мы улыбаемся, то получается напряженная челюсть с улыбкой. Поэтому, чтобы хорошо получиться и на селфи, и, да, и на портретной фотографии, нужно глубоко вдохнуть. И тогда, да, когда мы вдыхаем, у нас автоматически, вот, у вас, видите, автоматически выявляется. То есть нужно, чтобы сфотографировали именно на вдохе. Да, именно на вдохе, то есть вы чувствуете, да, что человек берет телефон, да, и вы тут же делаете вдох. А вот все не фотографируют, да, не фотографируют. И тогда выдачу и подыть и бубы, да, 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 ни в коем случае не должно быть, да, последнего вдоха, вот такого, да, или там, да, или резких таких, да, вдохов, то есть это выдачу не последний раз. Как руки лучше держать, Анна, как? Руки на фотографиях, что лучше? Ну, что лучше, естественно, и сделать? С руками очень много есть вариантов, на самом деле, да. Ну, самые удачные такие, хитовые. Самые удачные варианты – это ребра кисти, да, которые вот это не имеет возраста у женщин, да, это пока не мужская, да, не мужская тема. Поэтому, конечно, хорошо руки к лицу, они дают некий лифтинг-эффект. Так. Вот, и, конечно, хорошо руки скрещивать, показывая пальцы, да, демонстрируя пальцы, да. В смысле, маникюр хороший, ноготочки к рукам. Да, любые скрещивания, они всегда хороши. С демонстрацией пальцев, ребра, кисти, но не ладони и не вот… Мы сейчас скрести наш разговор с хорошей песней. Представляете, это мы узнали буквально за 20 секунд, пока Анна рассказывала, сколько можно знаний почерпнуть за 2-3 часа. Сколько идёт мастер-класс? Три часа. Три часа. Я не представляю, сколько нужно. Мы на нём переодеваемся ещё. Целую фотосессию. Переодеваемся и делаем профессиональные фотографии. И украшения какие-то фантастические всё. Отлично. Продолжим общаться. Останься со мною ещё несколько минут. Я знаю, под утро часы бешено бегут. Посмотри в глаза, я хочу сказать. Я забуду тебя, я не буду рыдать. Я хочу узнать, на кого ты меня, про меня. Ты больше не звони и меня не зови. Я забуду про всё, что ты говорил. Я верну тебе всё, что ты подарил. Мой мальчик, твой голос звучит у меня внутри. Последний день летний стоит, молча у двери. Посмотри в глаза, я хочу сказать. Я забуду тебя, я не буду рыдать. И хочу узнать, на кого ты меня поменял. Ты больше не звони, меня не зови. Я забуду про всё, что ты говорил. Я верну тебе всё, что ты подарил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наталья Киселёва и Анна Андрианова. Сегодня сити-класс в гостях у телерадиоканала «Страна ФМ». Друзья, показывают нам класс, как вообще жить, как становиться лучше. Невероятные гости совершенно, потому что каждый из них, конечно, достойный по 7 часов эфира. А когда они вдвоём, это вообще время прилетает очень быстро. И, конечно, какие-то крупицы мы сегодня познаём, пытаемся до вас, друзья, донести. Но вообще, конечно, хочешь познавать, самый главный лозунг какой, отправляйся в образовательный центр сити-класс. Учись у лучших. Учись у лучших. Там и мастер-классы Анны Андриановой, там и другие преподаватели научат всему разному интересному. Ну и будем надеяться, что к нам тоже будут приходить преподаватели сити-классы. И мы будем как-то тоже вас держать в курсе на какие лекции. С удовольствием лучшим поделимся. Чтобы становиться лучше, может быть, вот по три совета можете дать? Вообще в целом, если изменить свою жизнь, какие-то, может быть, сфокусируете свои уже полученные знания, опыт, практичные, теоретические... Нужно, как Наталья, любить людей. Так, это первое. Наталья любит людей. Это первое и, наверное, основное. Любить людей и любить себя. Тоже не забывать. Ну, мы же тоже люди, да. Да, мы же тоже люди. Любить людей, любить себя и обязательно нравиться себе без вот этой вот критики, что-то я такая вот поправила, что-то я здесь плохо получила. Да, да, да. Быть открытым тоже к перемену, к восприятию информации, потому что любое мгновение, вот мы с вами общаемся, мы действительно меняемся, да, и мы получаем возможности, то есть видеть эти возможности, быть открытым к общению и к восприятию. Жизнь действительно может стать намного интереснее. Просто надо захотеть её сделать таковой, да, и посмотреть, посмотреть вокруг, и посмотреть этих людей. Кроме работы, скорее всего, у вас есть какие-то увлечения. Помогают ли они в работе или это абсолютно что-то другое? Мне кажется, когда любимая работа, есть увлечение, есть опять работа одновременно. У меня это именно так. Да, мы совмещаем действительно, это в удовольствии то, что мы делаем. Я ещё очень люблю путешествовать, и, соответственно, вот эти мастер-классы могут быть выездными, да, в разные города и страны, то есть такие арт-путешествия. Мы ездили в Италию на шоппинг тоже, да, в машине. Здорово. Да, у нас был отдых, шоппинг в течение музеев, как раз, да, сити-классы. Контест создания имиджа, да, изменения имиджа и стиля, поиска собственного стиля. Всё по преображению, да, и детские поездки у нас. Мы любим детей, любим свою работу. И себя. Спортивные какие-то есть у вас мастер-классы? Да, вы знаете, мы даже предлагаем сейчас новую профессию, такую симпатичную, модную. Это скандинавская ходьба, тренер по скандинавской ходьбе. Это, кстати, в ближайшие выходные, по-моему, у вас будет этот тренинг, да? Мы уже с Романом собираемся его посетить. Мало ли, вдруг что здесь не получится с работой. Когда появился вот только вот первая информация о скайтинге, то есть мы поставили классы для тех, кто хотел попробовать и понять, что такое скайтинг, скайтсерфинг. А сейчас в Подмосковье же будут строить школу специальную по скандинавской борьбе. А мы это делали 13 лет. В ходьбе, то есть борьбе. Считали эти лекции, да, и семинары, знакомились с этим видом спорта. Да, то есть человек, пройдя... То есть мы на опережении работаем. Пройдя этот тренинг, у него получают какой-то дипломчик, да, и может уже... Да, теоретическую подготовку и практическую подготовку. Совершенно удивительно, вы уникальны. Восхищаюсь, правда, Наталья Киселёва. Спасибо огромное. Генеральный директор образовательного центра Сити-класса. И Анна Андрианова, педагог этого же центра. Мы благодарим вас за участие, за то, что пришли к нам сегодня в гости. И будем ждать новых встреч, и, конечно, увидимся в Сити-классе. Друзья, вкладывайте деньги в себя. Всё, до новых встреч, пока. Спасибо, счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.